На Ридерской ТЭЦ завершается масштабная реконструкция. В планах не только запустить котлы высокого давления, но и в полном объеме восстановить выработку электричества. Власти региона держат ситуацию под контролем. Анель Исенбердина расскажет. Серия разрушительных аварий. 84 остановки станции. Множество нарушений и сезон почти без тепла. Все это теперь в прошлом. На Ридерской ТЭЦ под руководством власти региона с проблемами справились. В домах сейчас жарко. Уже работают три котла из шести. Еще два скоро запустят. Процент выполнения работ находится на отметке 92%. Сейчас производится работа на катерогате станционного номера 5. Производится работа по монтажу фронтового тылового экрана. Но к середине декабря и его отремонтируют. И в зиму ТЭЦ войдет с полным комплектом рабочего оборудования. Более того, станция уже готова и к выработке электричества. Там оборудование, которое раньше стояло с 1971 года, уже за 50 лет. Мы поменяли часть оборудования. Сегодня стоит оборудование компании Schneider, Германия и Hyundai, Корея. Надеемся, что это оборудование должным образом будет работать. Пока что никаких нареканий нет. А это значит, что Ридер ТЭЦ сможет полностью обеспечить энергопотребности производственного комплекса «Косынка» – уникального предприятия, работающего на экспорт. Так за небывало короткие сроки проведена масштабная реконструкция. Такого в истории еще не было, говорят специалисты. Но на карту было поставлено благополучие целого города. Поэтому ситуацию под контролем держал лично президент. А из бюджета на решение проблемы выделили сразу 8,5 миллиардов тенге. Анна Лисенберг, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24.